А сейчас новости из корейского Пхёнчхана. В пятницу здесь откроется Паралимпиада. Казахстан на играх представят 7 человек. У наших есть отличные шансы на победу. На зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане будет разыграно 80 медалей в 6 видах спорта. В общей сложности на турнир приедут атлеты 40 стран. Казахстан будет представлен на играх с семью спортсменами в лыжных гонках и парабиатлоне. На торжественных проводах нашим паралимпийцам вручили знамя страны. Ответственным назначили опытного лыжника и биатлониста Хайрата Канафина. Он, инвалид по зрению, будет выступать в Пхёнчхане вместе с гидом Антоном Ждановичем. Ответственность большая, эмоции переполняют, так сказать. Волнение большое тоже. Это ответственность не только перед страной, перед своими коллегами по команде. Ожидания, конечно, большие, надежды тоже. Мы прошли все Кубки Миров, этапы Кубки Миров, подготовительный период, весь процесс прошёл. Единственной девушкой в составе сборной Казахстана будет лыжница Жаныл Болтабаева. Для неё игры в Корее будут вторыми в жизни. В Сочи ей немного не повезло, но в Пхёнчхане она намерена взять награду. Первая паралимпиада в Сочи для меня была пристрелочная. Я помню, как в начале карьеры не раз падала, но теперь я набралась опыта и еду в Корее за медалью. По словам самой Жаныл, именно спорт не даёт ей опускать руки и помогает ставить жизненную планку выше и выше. У олимпийского чемпиона и паралимпийца нет никакой разницы. Мы бежим такие же дистанции, соревнуемся на тех же стадионах. Спорт нам помогает преодолеть страх и поверить в себя. И именно на больших турнирах мы доказываем, что можем абсолютно всё. Конечно же, для рядовых зрителей каждый участник паралимпиады – это уже герой и победитель. Тем не менее, сами спортсмены надеются, что они смогут занять как можно более высокие места на крупнейших международных соревнованиях. И с гордостью представить свою страну.